Таинственная история, которая началась ровно год назад. В Демидовских лесах пропал 16-летний Владислав Бахов. Слезы родителей, запутанное расследование, в котором родители сомневаются до сих пор, а также новые раскрывающиеся зацепки. Вся история от начала до конца в следующем сюжете. Эта видеозапись стала последней, на которой запечатлен живой Влад Бахов. Он отмечал день рождения с группой подростков в глухом Демидовском лесу 6 апреля 2019 года. На кадрах Владислав пытается забраться на крышу палатки, несколько раз падает. Позднее именно в этой палатке развернется штаб по поиску пропавшего во время вечеринки 16-летнего подростка, исчезновения которого никто из присутствующих, по их словам, не заметил. А через 10 месяцев тщательных поисков тело Влада будет найдено всего лишь в полутора километрах от места пикника. Возможно, с вершины палатки даже просматривается это место. Это усложняется тем, что болота кругом, и они такие непростые для прохождения. Но на сегодняшний день ближайшие тут 2,5-3 квадратных километра они закрыты. С первого дня на месте пропажи в Демидовских лесах работали поисковый отряд «Сальвар», сотрудники регионального следственного комитета, МЧС, местная полиция и волонтеры. Но никаких результатов не было. Осмотр водоемов также не помог. При этом родные влады отмечали, что именно в воде искали плохо. А день за днём территория поисков только расширялась. Вопросов к следствию становилось всё больше, и родители были уверены, что дело носит криминальный характер. Мы предполагаем, что его либо удерживают где-то, либо его просто убили. И скрыли, замели следы. Всё, мы не можем его найти нигде. Уже летом поисковики закрывали радиус 74-го квадратного километра густого непроходимого леса. Но никакой зацепки найдено не было. В расследовании дела также не появилась новой информации, за исключением той, которую Следственный комитет объявил на первой пресс-конференции, посвящённой Владиславу. Было отмечено, что все присутствующие в тот роковой вечер были опрошены с использованием полиграфа. Их мобильные телефоны были осмотрены, и никто из подростков не врёт. С наступлением осени ажиотаж вокруг дела приутих, в лесу искали всё реже. Тогда родители Владислава приняли участие в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир», и о Владиславе Бахове узнала вся Россия. Только после этого стали вскрываться неизвестные и необъяснимые обстоятельства пропажи. И с ростом общественного резонанса дело пропавшего Бахова было передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Через пять дней после этого были организованы очередные поиски, которые за несколько часов дали результат. Нашли останки в лесу с кроссовками. Неоднократно были. И в том месте я пролезал. И поисковики с трекерами, и люди добровольцы там ходили бы и удивители. Чуть больше двух недель понадобилось сотрудникам Центрального аппарата Следственного комитета, чтобы точно сказать, что Кости действительно Влада. И поиски таинственно пропавшего Бахова наконец завершены. При этом совсем недавно, почти на годовщину пропажи, родной отец-подростка опубликовал в своих соцсетях видео, где поделился новыми находками с места, где был обнаружен скелет его сына. В очередной раз мы пришли. И что мы находим? Это раз. Судя, судя, я не знаю, ноготь это или не ноготь. Ну или от травы что-то. Я не могу сказать точно. Но похоже как на ноготь. Также Андрей Бахов нашел и футболку сына, по его словам, в двух метрах от места, где 29 января нашли кроссовки и останки подростка. Безразличие к судьбе нашего сына, очевидно, подытожил мужчина в соцсетях. Андрей Салмыгин, Роман Зорин, Артем Медов, Вести Смоленск.